Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Продолжаем знакомить вас с художниками, которые представили свои картины в галерее «Дача». Сегодня хотим рассказать о творчестве Анны Грековой, зенигородского художника. Здравствуйте, Анна! Очень рада с вами познакомиться лично. Уже видели ваши картины. Конечно же, сегодня хотелось, чтобы вы рассказали о своем творческом пути, о своих работах. И вот что вы хотите донести до зрителей, до посетителей? Вот что отражает ваши картины? Если получится все это описать, в основном все, конечно, надо смотреть в моих работах. Я могла бы рассказать просто о своем творческом пути, что я занимаюсь живописью и рисую, и себя ощущаю как художник всю свою жизнь. Я закончила детскую художественную школу московскую, номер один на Пречистинке. Это очень хорошее. У меня остались самые светлые впечатления, самые светлые воспоминания об этом периоде. Он был очень творческий, очень насыщенный, несмотря на такой детский возраст. Очень хорошие преподаватели были, такой старой школы. И, как ни странно, придя туда со своим старшим сыном, потом через 20 лет, после окончания, я обнаружила все тот же педагогический состав. В общем, очень сильная была школа. И она, и вот атмосфера центра Москвы, в общем, наложила какой-то такой отпечаток на все дальнейшее восприятие мира. Несмотря на то, что потом я переехала в Звенигород, как-то все это перекликалось все равно с моими детскими воспоминаниями постоянно. И с ощущением того, что наша реальность, она не материальна, то есть она не заканчивается только земным пребыванием нашим. Особенно город Звенигород, он очень одухотворен нахождением там Сауево-Сторожевского монастыря. Наверное, это наложило свой отпечаток на такой вот какой-то тонкий духовный мир, который ощущается в этом Звенигородском пейзаже, в жизни этого города. И несмотря на то, что я закончила Строгановское художественное училище по курсу графического дизайна, то есть мне бы по идее должна была быть близка графика, такая вот линейность, линейность, да, сухость. У меня какое-то все более красочное, воздушное. А почему так получилось, что вы выбрали именно это направление? Ну, получилось так, потому что... Или поступили именно туда. Ну, поступили туда, куда взяли туда и поступили, потому что очень трудно было поступить в Строгановку вообще. И как-то монументальная живопись я не замахивалась, так как у меня более камерное какое-то восприятие. А графика, она все-таки подразумевала такие небольшие какие-то работы, какие-то иллюстрации. Ну, несмотря на то, что это промышленное училище, там надо было заниматься графическим именно дизайном, именно даже упаковкой каких-то товаров. Ну, вот это какая-то промышленная тема. Ну, там было такое вот у нас направление, как афорты, гравюры, в общем, все это меня немножко привлекло. И в связи с этим я там отучилась. И очень благодарна и училищу, и тоже коллективу, и друзьям, от которых тоже, конечно же, учишься и впитываешь все, как-то все это взаимосвязано. Ну, сложно представить, что вот все эти картины, весь этот такой яркий, воздушный, очень духовный мир нарисован рукой графического дизайнера. Да. Правда, ну честно. Да, у меня был очень хороший учитель. Ты тоже, так как-то судьба мне подарила знакомство с Андреем Талем. Это такой, даже достаточно известный, в узких кругах, как говорят, художник-экспрессионист. Он участвовал во всех этих вот бульдозерных выставках 60-х годов. Такое альтернативное искусство было советскому периоду. Состоял группе «Архипелаг». Вот он как-то внес в мое творчество вот эту вот цветовую экспрессию. Возможно, от него почерпнуло. Сам он был учеником художника Вайсберга, который, в свою очередь, учился у Фалька. И я вот считаю, что где-то вот эта преемственность все равно сказалась. Есть, да, она шла в ваших работах. Возможно. Я знаю о том, что, Анна, у вас семь детей. Да. Может быть, это тоже вот такой яркий, такой красочный мир? Может быть, это тоже какой-то след свой несет? Ну и некоторую наивность моих работ. Потому что, как-то, возможно, я смотрю их глазами тоже на мир. И это привносит какую-то сказочность где-то, связь вот такого духовного, небесного с нашей земной жизнью. Мне вот интересно, а как все-таки семья относится вот к вашим работам, к вашему искусству? У вас муж-архитектор, семь детей. Ну, как-то органично, поэтому особо никто не ценит мое искусство в связи с тем, что сами все творческие, все этим занимаются, и старшие дети. Поэтому как-то мы живем в этом. Во всем это так органично, что, ну, рисуют мамы и рисуют. В общем, все-таки где находите время? Потому что, ну, семь детей, это, ну, надо понимать, что отнимают, в общем-то, ну, практически все. Благодаря своему мужу-архитектору, который имеет возможность предоставить мне, там, всяческих нянь и помощников, я нахожу время, вот, благодаря им как-то вырываюсь из этой бытовой рутины. Это совершенно не мое, как ни странно. Ну, вот, и поэтому... Хочется писать больше, да? Да, все выросли практически. И вот сейчас я как раз хочу реализоваться. В связи с этим я начала участвовать в каких-то выставках. И очень хорошо, что ребята объединились в связи с нашим 50-летием. Вот, и пригласили меня поучаствовать совместно. Вам нравится это пространство? Да, мне нравится пространство, потому что оно очень теплое. Оно очень теплое, оно как-то подходит по раскрытию. Было бы сухо и холодно где-то оказаться в других стенах, мне кажется. А так очень органично здесь все сошлось. Видим, какая-то энергетика тоже, так как все это близко. Подмосковье, наш Одинцовский район, Завенигород. Вот, очень все вписалось. Анна, вы уже сказали о том, что у вас далеко идущие планы. Сейчас времени свободного стало больше. Соответственно, у вас есть больше возможностей писать. Чем хочется, вот каких мотивов все-таки хочется, что создавать хочется сейчас? Сейчас мне как-то больше потянуло в керамику в связи с тем, что в нашем городе Завенигород есть чудесная керамическая мастерская художников Куприяновых, Илья и Ирина. Я хожу к ним на занятия. Сначала ходила, а потом как-то уже перестала. Они перестали меня трогать в том плане, что они перестали меня учить. А я просто пользуюсь их базой, керамическими печами, глазурями. В общем, чтобы, конечно же, это целое производство, чтобы не дома. Есть такая возможность. И я как-то погрузилась в керамическую историю. И это совершенно другая, конечно же. Это не живопис, в отличие от живописи. Это такое трехмерное какое-то воплощение замысла, видения. Это очень теплое занятие, так как это глина. Глина, да, это ручное такое творчество. Получается, вы все создаете сами. То есть берете основу, глину, создаете какую-то форму. И уже дальше расписываете. Сказочные персонажи, они как-то рождаются, независимо от меня. Какие-то архаичные, видимо, тоже в связи с тем, что это, извините, Грушон, лесами, монастырем. Почему-то такая сказочно-брубельская тема. Вам кажется, вы уйдете больше в керамику или все-таки живописи? Я не могу их совмещать, потому что это две параллельные истории. Они друг друга дополняют. Это вот моя какая-то немножко разбросанность в цвете. В живописи керамика ее мобилизует. Как-то она... Обрамляет. Да, обрамляет, она как-то собирает. И очень помогает. Они взаимосвязаны. Керамика очень помогает в живописи, в организации. А живопись, вот эти эмоции, это красочность, декоративность какая-то у нее присущая. Она воплощает в керамических работах, в блюдах, в росписи блюд. Но также вот в керамических скульптурах. Так что, в общем-то, я не останавливаюсь, я этим живу и не представляю. Идеи много. Идеи много, да. Впереди. Какой бы еще материал хотели попробовать? Вот есть что-то? Или пока вот все, все мысли занимает керамика? Керамика, живопись, вот это мне ближе. Даже не знаю, какой еще бывает материал. Все можно попробовать. Как вы считаете, вот в чем уникальность именно этой выставки? Почему сюда стоит приехать именно с семьей, с детьми? Потому что о себе трудно говорить. Но вот о других работах я могу сказать, что от них идет какая-то очень теплая энергетика. Я уверена, что как-то они обогатят, не оставят равнодушным детей точно, потому что тут присутствующие и самой галереи, и работам какая-то сказочность, наивность, искренность. Ни в коем случае не коммерция, а вот именно такая душевная составляющая теплая. Поэтому приглашаем всех посетить галерею дачи и насладиться. Творчеством современных художников. Спасибо. Людей, которые не расстаются ни на минуту, с кистями, с красками, и делают этот мир ярким, воздушным. Ну, таким, наверное, как на ваших полотнах. Спасибо. Спасибо, Аня, за ваше творчество и, конечно же, успехов, новых работ и ярких идей. Вы смотрели специальные интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.